Добрый день, меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. В этом видео проясню некоторые моменты и развею некоторые мифы, которые касаются разрешения на работу в США для иностранных студентов. Последнее время, во время консультации, когда я говорю, что статус иностранного студента не подразумевает разрешение на работу в США для работы на любого работодателя, у людей возникает почему-то удивление, то есть где-то ходит, бродит информация, что можно поступить на языковые курсы и получить право на работу в США. Это и верно, и нет. В этом видео объясню почему. Во время первого учебного академического года, что составляет 8-9 месяцев в зависимости от школы, стандартный академический год сентябрь-май или сентябрь-июнь, студент может получить разрешение на работу только на кампусе своей школы и не более чем на 20 часов в неделю. С какой проблемой или реальностью сталкиваются большинство иностранных студентов? Во-первых, не каждая школа может предложить работу на кампусе. Во-вторых, не каждая школа может предложить работу на кампусе всем желающим. Есть определенное количество вакантных и возможных позиций. И третье, не каждый иностранный студент хочет выполнять ту работу, которая может быть предложена на кампусе школы. Первое. Второе. Та работа, которую должен выполнять иностранный студент на кампусе в период своего первого года обучения, должна непосредственно быть связана с его обучением, то есть с предметами, которые он учит. Например, иностранный студент может заниматься какой-то научной деятельностью, составлять какие-то документы, репорты, что-то изучать, делать какую-то академическую работу, что будет являться именно работой, а не то, что он должен выполнять для своих классов. Это он может делать. Но он не может, например, если в школе идет какое-то строительство, работать на этой стройке. Да, выполнять строительные работы не связаны никак с теми предметами, которые он учит в школе. Однако иностранный студент может работать в другой организации, не обязательно на кампусе, физически на кампусе, но только если у его школы и у этой организации есть контрактные отношения, и школа посылает этого студента для выполнения временной работы на географическом местоположении другой компании. Без наличия контрактных отношений, даже с позволения одобрения школы, этого не может быть. То есть это что касается первого года обучения. В последствии, в последующие годы обучения, иностранный студент может подать и получить разрешение на работу офф-кампус, то есть не только на кампусе школы, но в каком-то другом месте, только при двух условиях. Первое, что школа не может ему предоставить работу на кампусе, надо получить письмо и подтверждение от школы, что у них нету мест для этого студента, то есть это не по выбору студента, хочет он или нет. И второе, что у студента возникли непредвиденные финансовые трудности. И тут ключевое слово непредвиденные, что обстоятельства коренным образом изменились. Он является студентом полным, то есть посещает классы не менее 20 часов в неделю, и ему надо временное разрешение на работу, пока его ситуация не уладится. И естественно должна быть предоставлена вся доказательная база. Это не только слова этого студента, а именно документы, подтверждающие, что в его жизни изменилось. И иммиграционный департамент это рассматривает, может согласиться с аргументами студента, может нет. То есть я хочу сказать, что право на работу, офф-кампус, оно не заложено в студенческом статусе. То есть в отличие от, например, людей, которые подают на убежище. Приехали, подали на убежище, по истечению 6 месяцев с момента принятия их дела на рассмотрение, им положено разрешение на работу. То есть это не на усмотрение миграционной службы. Кому-то дадим, кому-то нет. В студенческом статусе это не так. Иностранный студент должен доказать эти перечисленные критерии. Поэтому для меня тоже немного удивительно, когда в последнее время я слышу, что люди думают, они приедут как иностранные студенты и будут параллельно работать где угодно в США. Следующая программа, практика, то что я сказала, это касается людей, которые активно учатся. Есть право на работу для людей, которые отучились, закончили академический год. И у них началась практика. Но эта практика касается тех, кто учился в колледже, на бэтчелласс дикри, на ассоциэд дикри, на мастер дикри. Это для людей, которые пытались получить какую-то профессию в США. То есть это не относится к языковым школам. После языковых школ люди не могут получить какое-то время в США, чтобы проходить какую-либо практику. То есть в зависимости от предметов, которые студенты учили после окончания своего курса, их практика может быть один год или два года, во время которой они, конечно, могут работать на любого работодателя, который готов их принять. Если у вас будут какие-то вопросы или нужна юридическая помощь, обращайтесь. Интересуетесь иммиграцией в США? Подписывайтесь на наш телеграм-канал для получения актуальной, своевременной и, главное, полезной информации. Подписывайтесь на наш канал!